День знаний День знаний Дорогие ребята, школьники, уважаемые учителя и родители, я искренне рад сегодня быть на Ленинградской земле здесь, в Кингисеппе, и поздравить вас с начала учебного года, с Днем Знаний. Этот день каждому из нас запомнился, если не навсегда, то надолго. Каждый из нас окончил школу, мы постоянно возвращаемся к школьному порогу, и не только в мыслях, но и когда ведем своих детей в школу, а потом уже и внуков. Взрослые знают, что сама жизнь это такая настоящая, большая и непростая школа. И каждый на этом пути делает очень важные шаги, делает очень важный для последующей жизни выбор с тем, чтобы получить необходимые знания и стать настоящим человеком и гражданином нашей России. Наш великий русский поэт Александр Сергеевич Кушкин говорил, что чтение это лучшее учение, поэтому читайте книги, учите стихи и узнавайте этот удивительный мир, мир знаний. Ну а сегодня, поскольку продолжаются по всей стране, и Петербурге, и Миндисеппе, мероприятия года литературы, я бы позволил себе почитать короткую выдержку из творения тоже нашего любимого и советского, и российского детского поэта Сергея Владимировича Михалкова. Сотворение называется «Школа». Умчались школьные года, и не догонишь их, но я встречаю иногда товарищей своих, и мы встречались всякий раз о школе и говорили. Ты помнишь, как учили нас, и как не знал я, где Кавказ, а ты не знал, где Крым. Мы стали взрослыми теперь, и детство не вернуть, нам школа, жизнь открыла дверь и указала путь. Я хотел бы всем вам, дорогие ребята, школьники, пожелать доброго пути, доброго пути в школе и в жизни. Я уверен, что вы упорно будете обладевать новыми знаниями, которые и так нужны будут в вашей самостоятельной взрослой жизни, и я желаю, чтобы вы до конца испытали счастье этого удивительного и сказочного периода школьной жизни. Всех поздравляю с Днем Знаний. Ученики 4-й школы города Кингисета, уважаемый педагогический состав, уважаемые родители, дорогие наши гости, которые сегодня к нам приехали, сегодня на всей стране праздник, сегодня Днем Знаний. И многие школы Кингисетского района сегодня открыли свои двери для 6488 учеников, из них 748 первоклашек, из них 104 стоят здесь представители нашего будущего. Дети наше будущее. Конечно, мы живем, работаем, и все, что мы сотворяем доброе на этой планете, на территории нашего родного Кингисетского района, это все ради детей, ради будущего. Поэтому, видя таких ребят, видя таких уверенных родителей сегодня здесь, педагогический состав, конечно, можно признать, что у нас есть будущее. Наша страна в надежных руках. И, конечно, сегодня нельзя не сказать, что мы лидеры в образовании Ленинградской области. Сегодня у нас здесь присутствует вице-губернатор Емелянов Викторий Петрович, он не даст мне соврать, что Кингисетский район, и эта гордость наша, ходит постоянно в тройку лидеров по золотым медалям на душу населения. Мы, наверное, первое место занимаем часто в Ленинградской области, и это титанический труд нашего педагогического состава, наших детишек, которые искренне учатся, отдают свои силы, знания, не бегают лишний раз где-то по дворам, а учатся и занимаются. Всех с праздником, с Днем Знаний, достижения всех, всех побед, которые вы сами себе задумали и пожелали. С праздником! Спола предоставляется директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, Время и дома, Олегу Михайловичу. Вы сегодня вступаете в нашу страну знаний, в нашу школу, и сегодня ваша жизнь прозвенит в первый школьный звонок. Будет все, будут радости и огорчения, будут удачи и неудачи, но если мы будем крепко все вместе держаться за руки, Учителя, родители, вы, мы преодолеем любые невзгоды, все сумеем сделать и достигнем хороших результатов и высоких показателей. И еще хочу добавить, сейчас в этот момент у нас в школе знаменательное событие, о котором мы пытались немножко даже умалчивать. В данный момент, вот сейчас, в данный момент, нашей школе сейчас исполняется 40 лет. Именно 1 сентября 1975 года, в это же время, в 11 часов, проходила линейка и открывалась эта школа. Искали, и он нашелся. Учеником первого класса тогда был Костников Олешко. Ему доверили вот такой символический ключ. Он открыл им дверь и первым вошел в нашу школу. Теперь он не Олешко, а Олег Валерьевич, генеральный директор. Сейчас присутствует здесь и привез свою дочь к нам в первый класс. Вот мне привезла такая честь, открывать эту школу. Именно здесь, благодаря замечательному педагогическому коллективу, мы получили прекрасное образование, которое позволило нам потом уверенно поступить в высшее учебное заведение, закончить. Именно вот здесь, в этой школе, мы начали заниматься спортом. Многие из нас стали хорошими, я считаю, великими даже спортсменами. Поздравляю всех с праздником! Обращайтесь в дачу и добрый путь, дорогие друзья! Музыка 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ